МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро всем. Доброе утро, Мадина Магомедовна. Благодарю вас за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Хотела сказать о том нашим зрителям, что в Росгвардии, ну так я по-простому говорю, у вас, конечно, там более длинное название, вы единственная женщина-полковник. Это, наверное, обязывает? Доброе утро. Да, обязывает уже и больше и профессии, и больше и жизнь такая уже, да. Уже столько лет службы, уже как-то к дисциплине привыкаешь. Мадина Магомедовна, я знаю, что вы продолжили семейную династию. Ваш папа работал в органах, и вы даже свою жизнь связали с человеком в вашей профессии. Мне бы хотелось узнать, вы просто пошли по стопам папы, или все-таки это был ваш осознанный выбор? Все-таки немножко неженское это дело, на мой взгляд. Ну да, может, да, но учитывая то, что у меня детство все прошло, видя папу, который носил на тот момент погоны, я как-то даже не задумывалась о том, куда я пойду служить. Я была уверена, что я тоже буду ходить в форме. Но потом, когда я закончила школу, поступила в институт на заочный факультет, и сразу поступила на службу. В 20 лет я уже носила погоны. Это уже сколько лет вы работаете, получается? 24 года. Да, немалый срок. А вот в семье споры бывают профессиональные? Нет. Может, в самом начале как-то было, а сейчас уже у каждого своя работа, своя специфика. Мы можем просто побеседовать, какие-нибудь советы друг другу дать, а так, чтобы спорить, там, ты главный, я главный, или у тебя профессия важнее, у меня нет, такого у нас нет. Ну и хотелось бы узнать, в чем конкретно заключается ваша работа. Я знаю, что на вас большая работа, вы начальник отдела кадров Росгвардии. Да. Ну, в основном у нас прием на службу. Прием на службу граждан, мы все переводы, назначения, присвоение званий личному составу, установление окладов, надбавок. Вот все, что касается прохождения службы, начиная от приема на службу до увольнения, все проводится в отделе кадров. А вы жалеете или никогда не жалели о выбранном пути? Никогда не жалела. Вот ни одного дня, чтобы сказать, что лучше бы я пошла бы где-то в медицинский, или там в педагогический, или куда-то. Я нигде себя никогда не видела в другой профессии. И я довольна, я счастлива. Вот сказать, что я вот как женщина, я счастлива, что у меня вот с работой все успешно, что в семье, дети, все хорошо. Я Аллаху благодарна. Что я в свое время сделала правильный выбор. Да. И почему вы вот видели себя в погонах? Вы же не мальчик. Не мальчик. Вот у меня братья оба служат. Один уже на пенсии по болезни ушел, второй еще служит. Не знаю, почему не скажу. Ну, как бы я, вот в детстве все равно думаешь, о чем-то мечтаешь, как бы в школе говорили. Девочки хотят быть учителями, врачами. Девочки хотели учителями, врачами, там, актрисами, еще кем-то, парикмахерами. Никогда у меня вот даже в сомнениях не было. Только служба. Только служба. Я и была уверена, что я буду служить. Я никогда бы там не задумывалась, кем бы я хотела быть. Я уже знала, кем я хочу быть. Я желаю вам успехов в вашей работе дальнейших. Спасибо. И чтобы вы и так же, и дальше никогда не жалели о выбранном пути. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Счастливого. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на карачаевском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 5.85 золотой. 5.85 золотой. Дарите эмоции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова